Пока концептеры создают с Кирилля Суперселл Мэйк, вышло много ботов для БТК, и пока вышло множество самих БТК, эта неделя стала самой неактивной и всем салют, это ралости Ёжика Шоу. И сегодня вы узнаете, что же произошло в мире концептов и концептеров за последние две недели. Всем доброго времени суток, с вами, как и всегда, Дикая Игольница. На прошлой части вы на Изе набрали 45 лайков, а сможем ли 50? Это уже серьезный рубеж, подожмем. Сегодня вы узнаете о новых концептах, мейках, трейлерах, ботах и малом другом. Ставь свой лайк, подписывайся, не забывай про колокольчик и погнали к новостям. Ну а перед началом этого видео, порекомендую тебе зайти в мой телеграм-канал. Там каждый день выходят новости о моем канале, о концептерстве. А также там вы сможете поддержать мой канал и мою команду материально, окупив мою подписку. Заходи в мой телеграм-канал, там всегда интересно. Ссылочка в описании. Что ж, пожалуй, начнем с Ёжик Рейтерс. Да, уже трое человек написали мне на роль преемников по поводу БТК, но как насчет преемников новостей? Их нет. Да, есть множество новостных телеграм-каналов, но роликов ноль, постоянных. Напоминаю, что если вы хотите встать на роль новостника, пишите в хэдди п.бот. Я напишу вам все необходимое в ответ. Кроме того, недавно на моем канале вышел трейлер BAC Company. Если видели, ссылка в подсказке. Это мой довый октябрьский проект, о котором я говорил. При этом я еще и задержал трейлер на 5 дней относительно плана. Изначально это должна была быть моя отдельная сюжетка, но идея была переработана в целях уменьшения необходимости рисовки. Да, я так и не раскрою суть проекта. Узнаете при выходе первой серии. Но это что-то про Старпарк. Приступаем к, разумеется, БТК. На этих неделях их много, а вот и первый. Фунтолк про Дерре Фунарта, про который я забыла повернуть ранее. Далее у нас МНЖ Толк про Вир Расиковых и концепты от Диппера о банановой лихорадке вместе с видео Паладина в тематике игрового центра. Идет аж 20 минут. Не забываем про БТК от Максин Бравл, про Диско Бравл. И от Спик Толка про, конечно же, Хэллоуин. Мы не прощаемся с этой тематикой, ведь в ней еще и Честер Толк. Но кроме Хэллоуинского вышло еще и видео обновление от этого автора. Следующим я бы хотел рассказать о БТК Гудлака, про Попкорн Тайм и Манго Толк от нового концептера в тематике Стар Аномалий. Хм, да, это что-то подобное Хэллоуину и... В окончании рассказа о БТК не забываю о Попкорн Тайм, про Аркадный вирус и БТК Драгаемся о кухне. В вести с Виша Толком про заснеженный курорт. Да уж, не ожидал зимний БТК раньше Хэллоуина. Классно. И в Вишенке на торте стал ловейший Бёрст Толк о театре. Кроме того, был анонсировал подберезка Толк в теватике начала истории в комплектике с подберезком Мэйком на Байрона про Новый Год. Также в вейках сегодня Эммиджи Вейк на Честера про сказки и Макс Мэйк о Аркаде с бойцами Пенни, Роза или Эмс. Более того, на канале Кустика вышли концепты ярости, замены гиперзарядов и концепты обычных гиперзарядов, но уже от кактуса. Ссылки на все БТК, Мэйки и участников в описании. Пришло время для концептерских новостей. За счет стреллера совсем другое от Марселя. Что это? Ехазе, но ссылка в описании. На удивление, эта неделя оказалась одной из самых неактивных. Не было особых срачей, революций, войн и чего-то подобного. Да, был один срач меня и Элайджи по поводу БТА, но он устранился за полчаса из-за непонимания или чего-то подобного. Сейчас у нас вроде бы мир, по крайней мере я извинился. Еще немного связанного со мной. Это чемпионат крепкого арома по БС. Да, подобие моих чемпов, но это не главная связь. Ведь я, вместе со своей командой Лайтс Мэхс, поучаствуем в этом чемп. Пока что в команде я, Бас и возможно Саша, который Александр Модер. Насчет коробки вряд ли, потому что у него не получится участвовать в указанные даты. Более того, не стоит забывать о официальном суперселл мейке на Кольта, как бесплатный скин. В новом мейке, как часто бывает, поучаствовали концептеры. И, как часто бывает, я участие не принял. Но из создавших скины оказались Снифи, Шарк, Команда Шарка, Бёрсты и Контриболлс. Да, мейк уже скоро заканчивается, поэтому, возможно, вы не успеете проголосовать, но зато знаете. И в завершении хочу ответить новых концептерских ботов. Первый из них – Концептер Скарц. Это бот от Элайджа, насчет которого и был срач. Там есть концептеры, их можно выбивать, открывать стардропы и апать кубки. Интересный игровой бот, который часто обдавляется. Также вышел бот по обоштик с материалами для концептеров. Там есть шаблоры, функции, фадов, икорок, музыка и другое. Многое другое. Бот реально большой, советую. И, наконец, бот от Шарка с рендерами. Это просто теги-бот со всеми отсортированными материалами из Бравл Артс из ВК. Работает даже в чатах. Удобно, однако. А скоро там появится и концепт-арты, по которым я рисую, кстати говоря, скины. Ссылочки на всех ботов также в описании. А на этом все интереснейшие новости подошли к концу. Комментарии из прошлого выпуска, как и всегда, на экране. Не забывай и ты писать комментарий, ставить лайк, подписываться. И всем удачи! Пока! Огромное вам спасибо за 1400 подписчиков. Стремимся к новой цели. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok